Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы по секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданный релиз по состоянию американского рынка труда. Отчет Non-Farm Perils традиционно в 12.30 по GMT. Также в это же самое время выйдет еще и канадская статистика по рынку труда. Поэтому некоторое время назад мы добавили в наш портфель пару доллар-канадец. Я предложил вам поторговать контрастом ожиданий тех отчетов, которые мы можем увидеть. Скорее всего, канадская статистика окажется гораздо хуже, чем американская. Ну, а касательно американских данных, я вовсе оптимист. Поэтому сегодня у пары доллар-канадец есть потенциал для движения выше и закрепления выше планки 1.36. Помимо данных по Non-Farm Perils до выхода этого релиза ждем отчет по роничным продажам еврозоны. И это как раз тот случай, что мы заинтересованы в крайне плохой статистике, потому что чем ниже будет показатель роничных продаж, тем меньше будет удельный, скажем, вклад в усиление рост потребительской активности, в будущие показатели по инфляции. И тем ближе будет решение Европейского центрального банка по смягчению национальной монетарной политики. Этот релиз, по сути, открывает европейскую сессию в 9.00 по GMT, поэтому следим за европейской валютой. Теперь по порядку. Индекс доллара снова выше 104.00. 7 пунктов. Это фактические котировки, ну, может быть, с небольшой погрешностью за последние несколько минут, что я готовился к этому брифингу. Мы накопили очень много отчетов по американской экономике в рамках этой недели и подошли с этим багажом к Non-Farm. Речь идет о довольно сильных данных по рынку труда США, TDP. Прирост новых рабочих мест составил 184 тысячи, прогноз был 148 тысяч. У нас сильные данные по индексам производственного сектора и сферы услуг. Оба сектора выше 50.00, то есть в зоне роста, поэтому вносят свой ощутимый вклад в показатель экономического восстановления. Я много раз делал отсылку на то, что первый квартал может удивить тех, кто, надеется, рассчитывает получить слабые показатели по ОВП и хочет в связи с этим зашерстить американский доллар. Не нужно этого делать пока что, потому что все предпосылки, которые должны сготовить и к показателю по ОВП, все это указывает на то, что статистика вряд ли разочарует. Первичные заявки на пособие по безработице. Вчерашний релиз, рост обращения на 221 тысячу. Это выше прогноза, но все равно пограничная территория, 220 тысяч, которая отделяет восстановление от спада данной отрасли и данного показателя. Я все-таки считаю, что рынок труда в целом прогрессирует. И сегодня мы теоретически можем в этом убедиться, когда выйдут данные по нон-фарм-перлесса. Очень много комментариев представителей Федрезерва. Среди них особое значение имеют заявления Лоретта Мейстер, голосующего члена американского регулятора, о преждевременности снижения процентной ставки из-за того, что много значительных инфляционных рисков, они сохраняются. И текущие данные по рынку труда, устойчивость американской экономики как раз доказывают то, что последствия преждевременного и более раннего снижения ставки могут быть куда более негативными, нежели чем удержание ее на текущем уровне в более длительный период времени. Бостич ранее отмечал, что выступают за одно снижение процентной ставки. И отдельно стоит отметить еще раз комментарии последнего глава американского регулятора Джерома Паула, который тоже отметил, что сейчас крайне важно получить как можно больше макроэкономических данных, чтобы убедиться в устойчивости снижения инфляционного давления. Его риторика, кстати, очень похожа на заявления Лоретта Мейстер. Тоже были отсылки на сильный рынок труда и на то, что вероятность многократного снижения процентной ставки в этом году, она сейчас не такая высокая, как была еще несколько месяцев назад. И я вовсе считаю, что американский регулятор отделается двумя снижениями ставки. И вопрос, будет ли первое снижение ставки в июне. Пока что вероятность этого составляет 59%, но согласитесь, это уже ниже, чем было в начале этой недели. И если сегодняшний отчет по Non-Farm Perils превзойдет ожидания аналитиков и экспертов, окажется хорошим, я верю в сильные данные, то вероятность снижения ставки будет еще ниже, а американская валюта снова нацелится на уровень 105 пунктов ровно. Европейская валюта против доллара 1,0830. Ждем данные про ночным продажам. По прогнозам, в месячном выражении снижение составит 0,4%, в годовом 1,3%. Данные по сфере услуг, активности в сфере услуг, которые вышли вчера, оказались лучше, чем ожидали аналитики буквально по всем странам ЕС и по еврозоне в целом. Ну, на мой взгляд, особо картина. Это не меняет, осталось такое, осталось послевкусие негативное после всех релизов со стороны европейской экономики и еврозоны за последние несколько недель. Поэтому, ну, меня, наверное, будет сейчас сложно перебить в том, что европейская экономика не нуждается в более мягкой экономической политике. И, кстати, рост сферы услуг тоже, если немного поиграть с этими цифрами и сделать определенные выводы из хороших отчетов, могут быть предвестником того, что бизнес закладывается под скорое снижение процентной ставки и ждет соответствующей помощи от Европейского центрального банка. Я все еще рассчитываю на то, что ЕЦБ понизит ставку до июня. Протоколы, которые вышли вчера в заседании Европейского центрального банка, также указывают на то, что ЕЦБ близок к этому решению. Британская валюта 1,2625, индекс активности в сфере услуг оказался хуже, чем два месяца назад. По сути, снижение с 53,8 до 53,1. Я думаю, что, да, показатель неплохой, выше 50, но спад все еще актуальный промышленного сектора. Проблемы с инфляцией вряд ли позволят британской экономике в первом квартале выбраться из рецессии. Доллар канадец 1,3570, ждем движения выше уровня 1,36. Уровень безработицы ожидается в Канаде вырастить с 5,8 до 5,9%. При этом занятость составится лишь 25,000 против прошлого показателя 40,000. Еще раз, контраст отчетов из США и Канады и, по идее, попутный ветер для именно американского доллара против канадца. S&P, биткоин, все без изменений, оптимистичные оценки и взгляды. Доллар е на 151,25, сантимент остается прежним, критические значения сохраняются, 20,80, 80% трейдеров в продажах. Снова вынужден подчеркнуть, что это очень рискованная сделка, потому что вижу, что многие делают акцент, пишут в комментариях о высокой вероятности интервенции. Разумеется, есть эта вероятность, я постоянно об этом говорю, потому что и Банк Японии, и Минфин уже многократно об этом сигнализировали. Но данные по позиционированию рынка сейчас позволяют, наверное, или создают условия, когда стоит рисковать. И если вы относите себя к трейдерам, которые готовы работать с риском и впоследствии брать на себя ответственность, что было ли это решение оправданным или нет, то пара доллар-иена смотрится вверх с целью 153 иены за доллар. И хочу еще обратить ваше внимание на пару доллар-франка 0,9020 текущей котировки. Если Национальный банк Швейцарии, как мы знаем, отличился от других регуляторов, уже снизив процентную ставку, вчера вышли данные по инфляции, индекс потребительских цен в Швейцарии 1%, это значительно ниже, чем целевой ориентир Национального банка Швейцарии. Поэтому есть высокая вероятность того, что швейцарский банк будет снова снижать ставку, а пара доллар-франк нацелится на уровень 0,92 и потенциально выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!